МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это «Такая жизнь». Сегодня мы возвращаемся к одному из самых резонансных репортажей нашей программы, которую мы показали год назад. Тогда трогательная история многодетной матери Диляры Куликовой вызвала огромный отклик у наших зрителей. Десятки людей звонили и писали к нам в редакцию, чтобы узнать, как можно помочь этой семье. Только благодаря вам жизнь Диляры круто изменилась. Год спустя Вера Рощинская вновь отправилась в гости к Куликовым. Здравствуйте! Добро пожаловать сюда, конечно. Заходите. Диляра встречает гостей на пороге новой квартиры. Куликовы справили новоселье совсем недавно. Ещё не успели распаковать вещи и освоиться. Старшие дети пока привыкают к жизни многоэтажки, а маленький Богдан рвётся обживать свою комнату. Теперь у Диляры и четверых её деток есть собственные кровати и куча новых игрушек. Диляра рассказывает, что до сих пор не привыкла к тому, что не нужно латать крышу, топить печку и носить воду из колодца. А детворе больше всего понравилась собственная ванная. Для Куликовых это роскошь. Раньше они и мечтать об этом не могли. Первый день вообще не вылазили с ванной. Мы только приехали, и каждый по очереди, там чуть ли не по часу. По часу купаются. В новой квартире целых 60 квадратных метров. Против прежних 11. Этой семье она кажется стадионом. За историей этой семьи мы следили 4 года подряд. Мы приятно удивились такому резонансу. Телефон в редакции буквально взрывался. Люди со всего края хотели помочь Диляре, попавшей в очень трудную жизненную ситуацию. Большая семья Куликовых несколько лет ютилась в полгнилом домишке в Абширонском районе. Он был настолько крошечным, что в комнате не помещался даже стол. Дети делали уроки на подоконнике. Во время дождей через дырявую крышу вода лилась внутрь ручьями, размывалась стены. Муравьи побывали уже и крысы. Бесполезно делать что-то. А тут, когда свет в комнате включен, даже можно увидеть вот светки света. Куликовы были вынуждены жить в этом домишке, потому что их прежние жилища из-за досадной бюрократической ошибки снесли вместе с мебелью и вещами. Они потеряли все имущество. Мечты о фермерском хозяйстве, ради которого они переехали из Цадарстана на Кубань, пришлось оставить. У нас были козы, овцы, гуси, утки, но сейчас вот остались только одни козы. У семьи началась полоса жестоких испытаний. Из-за постоянной сырости в доме дети не переставая болели. Шестимесячный Родион умер от пневмонии. Это его последняя видеозапись. Через год после смерти малыша очередная беда. Константин Куликов погиб от удара током, пытаясь починить сырую электропроводку. Деляра осталась одна с тремя детьми. Похоронив мужа, она узнала, что беременна. С уже заметным животом Деляра сама чинила протекающую крышу. Когда такая жизнь показала эти кадры, зрители были поражены стойкостью этой женщины. К нам в телекомпанию люди несли детские вещи и продукты для Куликовых. В станицу Кабардинскую отправились десятки посылок со всего края. Очень много людей откликнулось. И до сих пор есть, кто звонит, спрашивает, как дела, как дети, как здоровье. Деляра рассказывает, на ее беду откликнулись люди совершенно разного достатка. Были среди них и многодетные семьи, и пенсионеры. Одна бабушка сама сшила вот эти пододеяльники детские, ну, ребенку грудному. Как говорится, и за это спасибо человеку. Понятно, что у нее денег нет, там, послать те же деньги. Она сама сшила. Но вот странное обстоятельство. Жители станицы Кабардинской, живущие по соседству с семьей, единого порыва не оценили. И буквально начали травлю многодетной семьи. С какой стати вот тебе вот это вот досталось? То, что самое особенное. Я говорю, ну, пойдите, попросите, может, вам тоже дотаться. Деляра звонила нам со слезами и рассказывала, что дети отказываются идти в школу. Дети, там, куда им столько детей, там, бомжи, там, ужас. Это все-таки разговор, наверное, взрослых, скорее всего. Когда казалось, что ситуация в станице стала невыносимой, Деляре позвонили из Славинского района. Репортаж про ее и ее семью увидел фермер Владимир Слюсаренко. Увидел и сразу решил. Надо помочь. У нас есть была квартира, как раз, духовная квартира, именно христианское хозяйство. Давайте, говорю, подарим этого человека и спасем детей. Деляра была ошарашена. Совершенно посторонний человек готов подарить ей целую квартиру. Конечно, для меня это была неожиданность, потому что квартиру дарить, это, ну, по нашему времени, как говорится, это, ну, нереально. Ну, конечно, им спасибо большое. Дождавшись, когда родится маленький Богдан, Куликовы решились на переезд. Вместе с вещами на новое место жительства переехало и скромное хозяйство, чтобы дети не лишались домашнего молока. Десяток коз разместили в фермерском сарае. Ежедневно Ефим и Галя прибегают сюда ухаживать за животными, чем страшно удивляют местных жителей. Детки молодцы, приходят, дуют, помогают маме. Я думаю, что дома помогают тоже, потому что маленький ребеночек, мама не может прийти и что-то сделать. Жители Забойского относятся к Куликовым доброжелательно. Дети-деляры моментально нашли новых друзей. Скажи, тут дети вообще хорошие в этом поселке Забойском? Ну да, хорошие. А там вот в Кабардинке, ты помнишь, как вы там жили? Ну да, у меня там друзей не было. Многие люди, которые помогли Деляре год назад, дружат с ней до сих пор, пишут письма и шлют тяжелые посылки. Куликовы часто заходят на работу к новому другу, Владимиру Терентьевичу. Он хоть и занят всегда, но находит минутку для своих подопечных. Интересуется их проблемами. Аллачка молодец, улыбается. Как малыш? Да ничего, слава богу. Это будущая надежда у нас. У нас помощь их растет. Владимир Терентьевич не просто подарил Куликовым жилье. Кроме этого, купил мебель, оплатил старшей дочери Насте учебу в техникуме. Пятилетнюю Галю бесплатно устроил в садик. А Деляре пообещал работу в своем хозяйстве, когда малыш подрастет. Мы же крестьяне. Мы же работаем, трудимся. И нас тут должен быть, и помощь людям. Накормить людей и спасти все это возможности. Куликовы потихоньку обустраивают новую квартиру. И начинают верить, что черная полоса в их жизни наконец-то закончилась. На вопрос, о чем она теперь мечтает, Деляра долго подбирает ответ. Для меня сейчас самое главное, чтобы дети выросли живыми, здоровыми. Дать образование. Придется жить ради них хотя бы. Как говорится, к мужу не уйдешь, потому что дети кому нужны. Так, пускай сверху смотрят и радуются, что у нас все хорошо. Ты знаешь, так хочется жить, в ту минуту, что роковая. Все плохое забыть, всех просить. Лишь прощение, спасение я знаю. Вера Рощинская, Виталий Прилепский. Такая жизнь. Обсуждение это и других тем читайте в бесплатной газете «Ва-банк» в Краснодаре каждую субботу. Смотрите завтра. Кладбищенский бизнес или мутная река похоронных услуг? Кто и сколько зарабатывает на смерти? Почему бесплатные места на кладбище продают за немалые деньги? И как аферисты наживаются на чужом горе? Об этом завтра в 8 вечера, сразу после программы «Факты». Это была «Такая жизнь». Мы ждем вашей истории по телефону 254-22-33 или на адрес live9tv-sobaka-mail.ru До свидания. Редактор субтитров А.Семкин